В обед было очень жарко, Вита решил отдохнуть, а я решил воспользоваться моментом сильного отлива и исследовать появившиеся на горизонте камни. Наконец я дошел до камней, оттуда открывается замечательный вид на водные пункава. Да, вид действительно потрясающий. Походил я там недолго, но путь туда у меня занял примерно минут 15-20. Когда я стал возвращаться, у меня появился интернет, потому что я вошел в поле видимости Wi-Fi, первых водных пугал, и я прочитал сообщение Виты, что она меня не видит, она меня потеряла. Они были примерно 5-6 минут назад в разные мессенджеры. Я уже испугался, подумал, что она отправилась за помощью, чтобы меня вытаскивали, начал ей писать. Ускорил шагом, обратно дорога тоже была трудной. Я шел минут 20, спотыкался, падал, чуть ли не бежал. Когда я вернулся, то Вита была в номере, она сказала, что она все же меня увидела. После того, как Миша вернулся с просмотра камней, мы собрались на снорклинг, который начинался в 3 часа. Мы дошли до ресепшена и заодно решили записаться на рыбалку. Сначала посмотреть информацию о ней. Там было несколько видов рыбалки на рассвете, на закате, на большую рыбу. Да, мы выбрали рыбалку на закате, записались на нее через день. Также в этот момент, пока мы там были, приехали другие туристы на гидросамолете и подплыла наша лодка с другой стороны. Лодка, как здесь принятая, национальная, можно сказать, лодка Дони. Синяя, большая, деревянная, наверное, не знаю. Ну, стеклопластиковая, может быть, это обивка такая. С лавочками по бокам. Да, ну, касаемо как встречают новых туристов, здесь их встречают с барабанами, ну, как я и рассказывал в первом выпуске. Кстати, если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Мы залезли в Дони. Дони – это национальная лодка, как Вита сказала. Сели с полку, мальдивцы взяли у нас маску. На полу стояло два ветра с чистой водой. Они сначала напшикали их каким-то моющим средством, положили на пол. И потом начали подходить и муть их. То есть обслуживание такое приятное, учитывая то, что это все бесплатно делается. Плыли мы минут 10, может быть, 15. Вип просто офигенный. Море впечатлений. Во время всего снорклинга мотор у лодки продолжал работать. Лодку саму прицепили к одному из буйков. Просто взяли эту веревку и зацепили лодку, чтобы ее не сносило океанским течением. Ну и, собственно, мы приступили к снорклингу. Вита была без ласт, я был в ластах. Взяли с собой GoPro. Вот кадры, как Вита спускается в первый снорклинг. К сожалению, я немного напутал настройки GoPro. И там была выставлена частота кадров всего 15, зато разрешение 4000. Поэтому видео такое приторможенное. Но из интересного, что мы увидели в этот день, мы увидели множество красивых, разноцветных рыбок, кораллов. Также, на что я обратил внимание особое, это раковина, которая такой какой-то синей пленочкой извивалась, внутри дышала. То есть если к ней так вот... Ну и, конечно, я не трогал ее руками, но если на нее направить поток воды, то она как раз сокращалась. В общем, такая огромная раковина, размерами чуть ли не с голову может быть. Вот, здорово. Наверное, там внутри есть жемчужина. Мне понравился маленький кустик, такой из кораллов, у которого плавали красивые маленькие рыбки. Выглядело как в мультике. В поисках, наверное, да? Это рыбки-пловы, кстати, называются. Там какие-то другие были. Да, не поменьше были. Не красные. Глубина рифа варьировалась от 40 сантиметров. Я даже ударился коленкой как-то, риф не заметил его. До примерно 15 метров. Ну, точная глубина неизвестна, потому что мы стояли на краю рифа, и там не было видно дна. То есть резкий обрыв. Видимость была хорошая. Я думаю, видимость 15-20 метров примерно. Дальше дна не было. К сожалению, акулы-черепах мы в первый день не увидели. Я нырнул на глубину примерно 3 метров. У меня сильно заложило уши с непривычки. Потому что до этого я нырял очень редко или только в бассейне. И я понял, что дайвинг это не мое, и мы решили обойтись без дайвинга в этот отпуск. После того, как мы наплавались, я начал подниматься по этой лесенке. У меня же были одеты ласты. В руках была GoPro. Персонал, который встречал меня, что-то начал говорить на английском. Я почти ничего не понял, но он что-то от меня хотел и не пускал подниматься. Я думаю, да как же так-то? Пусти, я уже устал. Ну, в общем, я отдал ему GoPro, но он все равно не пускал. Короче, он просил, чтобы я снял ласты в воде и дал ему. Ну, наверное, это для техники безопасности, потому что вода в лодку все равно попадает. Там есть буквы маленькие отверстия, чтобы она сливалась. Помог мне подняться и вернул GoPro и ласты. Мы пофотографировались на этой лодке, залезли на второй этаж. Там как раз прыгали люди, и поэтому я тоже решил прыгнуть. Конечно, нырять профессионально я не умею. Мы поплыли обратно. Вернувшись в бунгало, мы обнаружили на кровати приглашение на какую-то вечеринку комплиментарное. Она была вроде вечером, я не помню, а сколько часов? Восемь, да? Семи до восьми. Семи до восьми. Также мы видели до этого на острове табличку кормления акул. И как раз думали, что там же оно и будет происходить. Но нет, мы ошибались. Кормление акул – это тоже как экскурсия. Надо на лодке куда-то ехать и будут кормить в океане. Мы пошли на вечеринку. Там были столики небольшие, чтобы стоя пить коктейли. Также лавочки тоже были. Да, лавочки. Была барная, можно сказать, стойка с разными напитками. Но когда мы туда подошли, там не было какого-то конкретного меню коктейлей. После вечеринки мы отправились на ужин. Там помимо обычного шведского стола как раз готовили морские продукты. Можно было попросить приготовить осьминогов, кальмаров, лидий вроде еще были. Да, разные виды рыбы. Выбираешь прямо сыры, и при тебе готовят тут же. Когда мы шли с ужина, мы наконец-то увидели акулу подводными бунгалами. Она как раз плыла в сторону нашего бунгала. И так у нас есть стеклянный пол в номере. И я смотрю, что акула плывет прямо в направлении к этому полу. И быстрее побежала в номер, чтобы снять ее через этот пол. Когда Миша уже тоже зашел в номер, мы увидели на кровати поздравление с медовым месяцем. Все было очень красиво украшено. Было два лебедя из полотенца. Все это обложено цветами, лепесточками цветов роз и еще каких-то местных цветов. И выложено листиками хэппи ханимун. 9000 наград. 2020 год. Вечером я решил поспать в часок под звездами, полежать. После чего вернулся в номер. На этом наш второй день подошел к концу. Следующий день смотрите в следующем эпизоде. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч! Продолжение следует...